Около 20 секций студии и объединений будут в новом году работать на базе молодежного центра. Дети разного возраста смогут найти себе занятия по интересам, развить физические навыки и художественные способности. К тому же, молодежный центр много внимания уделяет работе с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья и предлагает им разные направления адаптивной физкультуры и не только. В этом году открывают новое направление вокальной студии. Это песни без границ, где ребята с ограниченными возможностями здоровья могут себя попробовать. Для таких же ребят будет объявлен набор в новую студию, театр равных, где тоже можно попробовать не только уже вокальные данные и свои способности, но и попробовать себя на сцене, раскрепоститься, найти новых друзей. Свою нишу в молодежном центре найдут и спортсмены. Заняться можно плаванием, теннисом или бадминтоном. Открыты курсы для школьников. Дети с помощью опытных педагогов смогут подтянуть свои знания по физике, математике и английскому языку. Работает центр с малышами от 4 лет. В этом году дополнительно у нас будут открыты группы занятий с психологом, занятия путешествия, как мы их называем. Они будут направлены на социализацию дошкольников, развитие их жизненных навыков. Уже второй год подряд в молодежном центре работает студия журналистики. Здесь ребят учат четко и ясно выражать свои мысли, находить подход к собеседнику, задавать правильные вопросы и искать на них ответы. Валерия Драчева долго выбирала, на какие занятия ей пойти и, наконец, решила попробовать себя в журналистике. Меня всегда привлекала работа журналиста, потому что эти люди находятся в гуще событий. Они всегда узнают новости первыми и знают, что именно происходит в мире. Воспитанники студии журналистики под руководством сотрудников канала «16» будут принимать участие в съемках нового сезона проекта «Наше время». Самые активные ребята будут вести собственные рубрики и поднимать важные и актуальные для каждого подростка вопросы. Подробнее узнать о студии журналистики и других объединениях молодежного центра можно по телефону 99-118. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.